Здравствуйте! Это программа о душевном здоровье. Мы опять поговорим о семье, о нашем самом главном общественном институте, формирующем и общественное, и индивидуальное душевное здоровье. Итак, сегодня речь пойдет о детях. Вот еще одна статистика, которая свидетельствует о том, какую цену мы платим за попытку отказаться от нашей традиционной культуры, от наших духовно-нравственных ценностей, от попытки стать европейцами. Что мы платим за эту попытку? 40% семей в Российской Федерации бездетны, 35% имеют одного ребенка, 15% имеют двух детей, и около 5% имеют трех детей и более. Эти 5% обеспечиваются в основном за кавказскими республиками нашими, Ингушетии, Чечней, Дагестаном. В среднем по России этот процент намного меньше, от полутора до двух. Что это значит? Это значит, что если взять российскую семью, среднестатистическую, и сравнить состояние этой семьи с состоянием человека, больного, вот такую врачебную оценку тяжести состояния, попытаться определить, то тогда мы видим, что это состояние крайне тяжелое, агонирующее. У нас практически не остается шансов на выживание. Так оценивают состояние больного, когда видят, что он теряет жизнеспособность. И чем дальше, тем больше. Мы видим, что вот это вот в муках будешь рожать детей своих, заповедь, которая обращена Богом к женщине, она совершенно никем не воспринимается. Ни женщинами, ни мужчинами. Вот эта ноша земная по рождению и воспитанию детей, она не может быть сейчас воспринимаемой, потому что ей негде уложиться. В душе человека, современного россиянина, нет полочки, на которую можно было бы положить эту заповедь. Все занято. Все занято чем-то другим, чем-то внешним, деньгами, материальным благополучием, чувственными удовольствиями, развлечениями, путешествиями, сидением у телевизора и смотрением сериалов, чем угодно. Только не этим. Мы видим, что наша страна, которую мы почему-то еще называем великой, лидирует по всем самым мерзким показателям. По отказам матерей от своих детей в родильных домах. Когда женщина или девушка молодая родила ребенка и оставила ее в роды. Причем бывает так, что она просто родила и сбежала. Она заранее пришла с чужими документами или без документов совсем. У нее в истерном порядке приняли роды и потом ее просто потеряли, не обнаружили, ребеночек остался. Статистики нет. Я бы с удовольствием сейчас назвал какие-то цифры, чтобы они уложились в наших головах. Но этой статистики нет или ее не публикуют. Потому что она ужасна. Эта статистика. У нас огромное количество детей, изъятых из семей, из семей, где этих детей оставлять нельзя. Для них это смертельно опасно. Они там могут погибнуть от голода, от болезней, от паразитов, от антисанитарии. Они там рискуют не получить никакого совершенно образования и окончательно одичать. Этих детей изымают из семей, помещают их в детские дома. У нас огромное количество детских домов. И при этом у нас огромное количество беспризорников. Больше миллиона детей у нас в стране беспризорных. Представляете, какая армия. А что происходит с детьми, которые оказываются в детских домах? 60% из них пополняют криминальный мир. То есть в наши детские дома они просто воспитывают преступников, которые будут жить против общества, которые займут антиобщественную позицию. И иногда будут просто опасны для окружающих. И мы видим, что сейчас, когда мы понюхали рыночную экономику, мы настолько опьянели от этой сладости при общении к большому количеству денег, что мы не останавливаемся ни перед чем, чтобы продавать все, что угодно, даже собственных детей. И наши государственная система, она так сумела самоорганизоваться, органы опеки, суды, прокуратура и так далее, все, кто так или иначе вокруг детской сферы находится, чтобы зарабатывать на продаже детей большие деньги. На продаже их за границу под видом усыновления. мы же с вами знаем, и это сейчас постоянно в средствах массовой информации муссируется, эта тема, что то там совершено насилие над российским ребенком, то в одной стране, то в другой, убийство наших детей, возникает вопрос, зачем их тогда усыновлять, если там они страдают. но это то ладно, это только то, что попадает в средства массовой информации. А, например, вот такая статистика, из 1200 детей, усыновленных в Италию, живыми найдено только 50. Где остальные? Зачем усыновляют наших детей? Мы знаем, что детские внутренние органы очень дорого стоят. и мы знаем, что продажа детей за границу это в огромном проценте случаев это продажа на смерть. Это еще одно жертвоприношение детей ради собственного благополучия. Одними теми, которые их продают и другими теми, которые наживаются на использование их внутренних органов. об этом говорить даже страшно. Но это наша реальность. Мы в этом живем. Мы так относимся к нашим детям. Что касается воспитания детей, даже там, где дети есть, посмотрите, если 40% семей бездетные, там некого воспитывать. Там просто возникает сразу вопрос, зачем эти супруги находятся вместе. Для чего? Какова цель, смысл этого совместного жительства? Взаимное просто сексуальное удовлетворение без всякого плода? Ну, так это же обессмысливает человеческое существование, существование семьи как таковой. Отсутствие детей, невозможность родить детей, это всегда проблема. И мы знаем, что эта проблема не всегда бывает вызвана нежеланием иметь детей. Очень часто наши родители хотят иметь детей, но не могут. В силу того образа жизни, который они вели до того, как стали мужем и женой. Или в силу того, что захотели иметь детей не тогда, когда им Бог давал детей, а когда им самим захотелось. А когда им Бог детей давал, они их беззастенчиво убивали в утробе. И результат бесплодия. И мы видим, что наши российские семьи тоже пытаются усыновлять детей, но странная вещь, российской семье усыновить ребенка тяжелее, чем иностранный. Наши органы опеки почему-то заточены так, чтобы чинить этому только препятствия. А то, что касается иностранных семей, продажи детей за границу, это пожалуйста, это намного легче. А те 35%, где один ребенок, что значит один ребенок в семье? Когда ребенок один, и когда внимание обоих родителей, если еще там есть бабушки и дедушки, сосредоточены только на этом человеке, человек с первых дней своей жизни ощущает себя центром вселенной. Его вселенная ограничивается сначала его семьей, а потом по мере вырастания его в мир она расширяется до масштабов той вселенной, которую он может окинуть взором. Но если он с самого раннего детства привык считать себя центром вселенной, то он будет считать себя центром вселенной до конца. Единственный ребенок в семье это законченный эгоист, это горе для своих родителей, это человек, который будет потом беззастенчиво эксплуатировать всех вокруг себя, в своих собственных интересах. Я за свою врачебную практику, занимаясь семейными проблемами, я ни разу еще не видел исключения. Один ребенок в семье это проблема для семьи, это неполная семья, это всегда напряженность, это всегда источник конфликтов, недоразумений, это всегда не использованная, не растраченная энергия любви матери в отношении своих детей, потому что мать имеет потенциал любви на нескольких детей, на четверых, пятерых, даже восьмерых, еще и на мужа. Когда ее, вот этот потенциал распределяется между членами семьи равномерно и каждый получает столько, сколько ему необходимо для развития. А один ребенок, когда на него обрушивается весь этот потенциал, он становится просто эгоистом, себелюбцем. И как здесь отрегулировать взаимоотношения с единственным ребенком, не имея представления о том, что такое семья и что такое мать, отец и чем они должны заниматься, каждый по отношению к своему ребенку. Это очень большая проблема. Мы сейчас видим ужасные трагедии, которые разыгрываются в нашем семейном поле, когда ребенок один, когда он подрастает и становится такой личностью, которая хочет жить самостоятельно, когда он начинает тяготиться своими родителями и считая себя единственным достойным внимания в семье, он презирает своих родителей, он считает себя лучше, умнее своих родителей. Связь между родителями и детьми прерывается, он выходит из-под контроля, он может пуститься во все тяжкие при той атмосфере в обществе, в которой мы живем, и он перестает быть сыном или дочерью своих родителей очень быстро, если он один. Поэтому всю оставшуюся жизнь родители обречены страдать, видя то, что происходит с их единственным ребенком. Ну, а что касается многодетных семей, которых в среднем по России полтора-два процента, то это то, что в нашем обществе пока не приветствуется. Во всяком случае, вся атмосфера, в которой оказывается человек от рождения и в период воспитания, она делает в его сознании семью как способ жить и будущих детей, которые являются смыслом жизни матери и отца, чем-то очень непривлекательным. Я говорю пока, потому что надеюсь, что когда-нибудь ситуация в нашей стране изменится. Я напоминаю, что видео и аудиоверсию программы «Первая натура» вы можете заказать по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Подробности на сайте «Боровских.ру». Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом! субтитры и субтитры